Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас пятница 13-й. Я надеюсь, что в связи с этим каких-то мрачных настроений на торгах сегодня не будет. И мы сможем завершить хотя бы последний день этой недели с оптимизмом в отношении американского доллара, который сейчас явно необходим после тех распродаж, очень рад, что мы видели постфактум выступления господина Трампа. Об этом мы сегодня поговорим. Но начнем давайте по старинке с нашего излюбленного актива рынка черного золота. Клосс торговой сессии прошлого дня 56,01. Сейчас актив торгуется, в принципе, на том же самом ценовом рубеже. После распродаж, которую мы наблюдали с вами в понедельник-вторник, интерес к активу снова вырос. Но я надеюсь, что это такая же локальная проторговка, как и некоторое время назад. И спустя, опять же, какое-то время, может быть, благодаря поддержке тех новостных событий и фундаментальных поводов, статистики, которые впереди, мы сможем двинуть ниже. В частности, возвращаясь к рынку черного золота, что выступало в рамках вчерашнего дня поддержка? Это сильная статистика по промышленному производству. В частности, в календаре вы наверняка могли заметить, какой прогресс показал данный сектор в рамках еврозоны. Хорошая статистика, плюс 1,5%. А прирост в месячном выражении в годовом более выраженная, скажем, восходящая динамика. По Индии, по Японии, по Китаю также хорошие данные. Но говорить о том, что вот эти локальные релизы, предвестники того, что сектор восстанавливается и, соответственно, сможет повлиять на дальнейшие показатели по спросу, я пока не берусь. Если кто-то из вас поддерживает эту идею, вы, наверное, правы, так же, как и я, если скажу, что это не совсем определяющий фактор. Более стоящий фундамент – это данные по добыче нефти в Саудовской Аравии. Вы знаете то, что некоторое время назад саудовцы отчитались о том, что они придерживаются в рамках индивидуальных квот по реализации соглашений и снизили объемы добычи примерно на 470 тысяч баррелей в сутки. Последние цифры и вчерашние комментарии от министра нефти Саудовской Аравии – то, что добыча оказалась сейчас уже даже ниже 10 миллионов баррелей в сутки. И поскольку Саудовская Аравия испытывает и признает самый флаг значительной ответственности и те обязательства, которые прежде всего лежат, конечно же, на лидерах по добыче нефти, возможно, мы и дальше будем наблюдать о сокращении добычи. Но транслировать вот этот оптимизм дальше лучше не стоит, потому что настроение у саудовцев весьма переменчивое, и, соответственно, если они спустя какое-то время осознают то, что доля-то сокращается ихняя, и если бы на рынке не было бы других игроков, которые стараются заместить, собственно, выбывающих игроков, тогда, может быть, позитив стоило бы поддерживать уже на долгосрочной перспективе. Но понимание того, что на рынке действуют регионы, которые выигрывают, опять же, сокращение производства со стороны отдельных представителей ОПЕК, я думаю, что саудовцы также уже не столь безукоризненно будут соблюдать договоренности вот спустя пару месяцев. И еще один фактор поддержки для нефти – это отчет китайской неопигазовой компании Синписи. Они провели исследование на рынке товаров длительного потребления, в частности, отметили то, что спрос на автомобили в Китае за последний год вырос почти на 15%, доведя общий показатель к покупкам до 26 миллионов единиц. То есть, 28 миллионов автомобилей за год – это, конечно же, значительный показатель. И рассуждая, мы можем прикинуть то, что такое количество машин будет автоматом требовать больше, скажем, потребления по топливу. И если это так, то, скорее всего, Китай будет увеличивать показатели импорта углеводородов, может быть, прибавит процентов 5-6 в 2017 году, может быть, даже по импорту уже доведет показатель свыше 11 миллионов. Но это только, опять же, ожидание. Но мы видим вчерашнюю динамику, и, судя по всему, этот фонд также поддержал котировки черного золота. Что касается, скажем, противоположной чаши весов и негатива, сигнализирующего о том, что можно продавать нефть. Я по-прежнему делаю отставку на те регионы, которые, наконец-таки, получили возможность раздохнуть полной грудью и попробовать увеличить, расширить собственную экспансию, увеличить собственную долю по производству – это Ливия, Нигерия и США. Особый акцент я делаю на Соединенные Штаты Америки, потому что там количество платформ уже 529 штук. Сегодня у нас новый отсчет, и я думаю, что в понедельник, когда мы вернемся с вами к рынку черного золота, мы будем говорить о том, что количество терминалов в США уже выросло до 535 штук. И я хочу обратить ваше внимание на то, что объемы добычи нефти в США вместо ожидаемых в начале 2016 года 8,4, максимум 8,5 млн баррель в сутки сейчас разогнуты уже до 9. И последний прогноз Администрации аналитической информации – то, что объемы добычи в США вырастут до 9,3 в текущем 2017 году, с возможным уходом свыше 9,5 уже в 2018. То есть США у нас будет выступать главным регионом, повышающим неопределенность и непредсказуемость вообще касательно будущих котировок нефти. И я надеюсь, что коррекционная динамика первых двух торговых сессий будет продолжена и дальше. Соответственно, мы сможем увидеть бренд, как и прогнозировали ранее, ниже 53 долларов за баррель. Сегодня ждем статистику от Baker Hughes и ждем поддержки для нашей идеи, связанной с ослаблением нефти. Рубль 59,40. Видели котировки выше 60, когда бренд у нас претендовал на движение в районе 53. Но вот восстановление последних дней на рынке нефти стало причиной роста курса рубля. Здесь синхронность движения остается выраженной, корреляция возрастает. И я уверен, что пока российская экономика остается сырьевой, мы вообще не будем делать акцент на прочие факторы, чтобы объяснить поведение рубля. Если хотим спрогнозировать дальнейшую динамику российского валютного актива, то, напоминаю, наш медвежий взгляд по нефти определяет возможность для девальвации рубля. И снова восстановление пары доллар-рубль в районе 62 рублей против доллара. Дальше идем. Доллар японская иена. Здесь нужно чуть подробнее остановиться и поговорить про конференцию, первую конференцию официальную, уже в статусе президента США Дональда Трампа. Изначально избыточные ожидания – это то, что характеризовало не только нас, но, я думаю, что и львиную часть рынка. Потому что все без исключения надеялись на то, что Трампа в свойственном ему красноречивом ключе будет забрасывать американскую экономику комплиментами и добавить конкретики по поводу тех реформ, которые он планирует реализовать в ближайшее время, а точнее, можно сказать, в ближайшее полугодие 2017 года. Ждали это событие с нетерпением, потому что видели, как американская валюта с конца прошлого года потеряла импульс для дальнейшего роста. И, конечно же, чтобы поговорить о дальнейшем восстановлении, этот импульс нужно снова найти. Но наши ожидания оказались неоправданы. Я хочу сразу отметить то, что то разочарование, которое появилось на рынке, оно связано не с тем, что Трамп сказал что-то плохое. Это разочарование, которое объясняется тем, что Трамп не сказал того, что он мог сказать. Но это не значит, что мы не услышим это в будущем. Почему он этого не сделал? Почему он не добавил конкретики по планам экономического стимулирования? Почему он не говорил про внешнюю политику, про реформы торговли, про смягчение системы, опять же, законодательного контроля, нефтянки, банковского сектора? Я думаю, что в этом сейчас просто не было необходимости. Потому что фондовые рынки и так находятся на максимумах. Предприятия через активизацию потребительского спроса чувствуют себя очень неплохо. Если на рынке в ближайшие месяцы появится негатив, может быть, связанный даже с какими-то объективными факторами, тогда риторика в свойственной оптимистичной манере со стороны Трампа не заставит себя долго ждать. И малейший просто комментарий о том, что бюджетный стимулирование снова может охватить 1 триллион долларов и стать самым масштабным проектом поддержки экономики, направленным на удвоение показателей ООП, тут же вернет интерес к в целом американскому рынку, тут же торкнет вверх индекс доллара, доходность американских бумаг и отправит американцев против иены выше 127. Соответственно, нам сейчас нужно быть максимально внимательными ко всему, что происходит на рынке. Если говорить про пару доллара и японской иены, вы видите, как неохотно пара снижается уже после достижения планки 115 иен против доллара. Может быть, это как раз тот самый уровень, с которого пойдет возобновление и крылья на повышение с нашей с вами прежней целью 120. Я надеюсь, что это так, потому что мы уже на азиатской сессии видим, как интерес к паре растет. И подогревает этот интерес еще и статистика по заявкам на посольную безработицу и комментарии вчерашнего представителя ФРС, Денниса Локарда снова и Харкера, которые в очередной раз отметили готовность поддерживать идею трех повышений процентной ставки в 2017 году. Но самую большую ставку я делаю на Трампа и не сомневаюсь в том, что он поддержит тогда, когда это будет необходимо, в том числе и долг. Евро против американцев. Европейская валюта, конечно же, от слабости доллара выиграла, так же, как и прочие рисковые активы. Плюс ко всему промышленный сектор, который, я сказал, прирост в месячном, в годовом выражении. И еще, лично мне не был понятен и до сих пор не ясен комментарий Европейского центрального банка, который был сделан вчера, о том, что программа количественного смягчения, факт ее продления, это то, что будет стимулировать рост европейского валютного актива. Если у вас есть объяснение такого заявления, я буду рад обратной связи, вы знаете, форма маркетс и канал на YouTube. Но, может быть, это какая-то даже ошибка, в том числе и в средствах массовой информации, потому что я здесь причинно-следственной связи не очень-то влавливаю. На следующей неделе у нас новое ЕЦБ, публикация параметров о денежно-кредитной политике, самое главное выступление Дораги. Послушаем, что он думает по поводу дальнейших планов по экономическому стимулированию. Я надеюсь, что в этот раз он будет цепляться не только за показатели инфляции, но и напомнит всем про те политические риски, которых вы также знаете. И вот эта политическая неопределенность, наверное, будет выступать дальше основным негативным фактором, создающим условия для ослабления главного валютного риска. Сейчас мы видим зону консолидации довольно широкую, 1,1450, 1,1650. Но европейская валюта, которая сейчас торгуется на отметке 1,0613, текущими котировками доказывает то, что очень трудно двигаться выше отметки 1,06. Ждем корейцы. Фунт против доллара. Наша с вами цель была 1,21. Добрались мы до этого уровня. Хорошо, давайте пока оставим пару в покое, потому что этого уровня мы ждали несколько месяцев. И благодаря Терезе Мэй и готовности к более жесткому выходу Англии из состава ЕС мы добрались до этого ценового ориентира. Сейчас лучше получить больше сигналов со стороны растущего доллара. То есть тогда, когда мы увидим возобновление интереса к американцу, параллельно с ростом доходности Трежис рассмотрим, как стоит торговать и фунтом в свете ожидания выхода из состава ЕС, точнее старта процедуры и инициирования 50-й статьи из Абунского договора. И подкрепим еще ожидание, опять же, дальнейшего снижения фунта ниже отметки 1,20 сильным долларом. Но пока это только лишь прогнозы на будущее. Лучше побыть в стороне. Австралийц против доллара 0,7478. Я сейчас не берусь рекомендовать торговать этой валютной парой, потому что считаю, что австралийц будет аутсайдером. Но чтобы оправдать возможность наличия нисходящего потенциала, нужно, чтобы мы оказались ниже отметки 0,72. Снова ждем этой туры. Новозелайнц против доллара 0,7101. Котировки ждем до снижения ниже 0,70 и только после этого будем рассматривать возможность для СЭЛа. USDCAD довольно интересная валютная пара сейчас, поскольку мы видим, как активно нефть влияет на канадца. Я напоминаю то, что эта корреляция сохранится и дальше. Но на следующей неделе у нас еще данные по инфляции, которые, скорее всего, будут позже прошлого месяца. И снова укажут на возможность стимула в виде снижения процентной ставки со стороны канадского регулятора. И, кстати, на следующей неделе у нас заседание Банка Канады. Как и говорил раньше, текущее значение является прекрасной возможностью, чтобы долгосрочно встать в длинную сделку и ждать движения пары выше отметки 1,35. S&P у нас практически на максимумах. Снова 2265 пунктов. Сейчас наша цель 2300. И, как я уже отметил в начале брифинга, как только негативный тренд начнет процветать в рамках американского фондового рынка, то есть, если мы увидим снижение, опять же, ниже 2250, я думаю, что Трамп снова вернет покупателей на американский рынок. И произойти это может через любой маломайский комплимент в адрес американской экономики и подробности, конкретики и детализации того плана, который имеет место быть сейчас касательно дальнейшего стимулирования. Из важных событий сегодняшнего дня в 16.30 страничные продажи в США. Индексент производителей уверен в том, что эти данные, исходя из последнего роста потребительской активности и заработных плат, будут лучше, чем прошлое значение. Значит, у доллара есть возможность рассчитывать и на локальную поддержку фундамента. И вечером, под закрытие торговой сессии, в 21.00, Бейкер Хьюз, количество нефтяных платформ, ждем приростки, ждем давления на котировки черного золота. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, еще раз напоминаю, лучше всего пишите на канале на YouTube, прям под актуальным, самым свежим брифингом. Оставляйте комментарии и, безусловно, лайки, которые, как и всегда, имеют катастрофически важное значение для любого спикера. Всего доброго, хороших выходных, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...